Добрый вечер, рада всех приветствовать, и по такому большому количеству слушателей вижу, что тема эта интересна. Я хочу убедить своих издателей, которые мне говорят, что кому интересна эта тема, в общем, эта книга не будет иметь коммерческого успеха. Так вот я вижу по тому числу заинтересованных людей, что, наверное, все-таки она может получить своего заинтересованного читателя. Вот, зовут меня Маргарита Штиглец, я долгие годы, я сама по профессии архитектор, и долгие годы занимаюсь изучением промышленной архитектуры Петербурга. Историей, особенностями архитектуры вышла. Извините, я буду немножко так, я только что переговоряла недавно, поэтому голосом не очень хорошо. Вот, и этим темам у меня посвящены и книги, и диссертации, и, в общем-то, я и работала в инспекции охраны памятников, поэтому, конечно, набрано много материалов. И помимо тех книг, которые уже были давние, накопился материал, который, значит, хочется все-таки опубликовать. А сейчас я вам просто отдельные какие-то моменты выдержку из моих изысканий. Ну, это не только мои изыскания, это изыскания моих коллег по инспекции охраны памятников и других коллег. Совместно мы делали очень много таких обследований, историко-культурных экспертиз по обследованию многих комплексов промышленных отдельных зданий. Ну, и все это складывается в какую-то такую общую картину. Ну, и теперь, что я хочу сказать. Сегодняшняя лекция у меня называется «Индустриальное наследие Петербурга и окрестностей». Ну, если говорить «индустриальное наследие», то, конечно, это понятие более широкое. Оно включает и, помимо архитектуры, и документальные, архивные документы, и технологии оборудования, и топонимика к городу, много чего. Но в данном случае я все-таки выделяю аспект архитектурный. Именно историко-архитектурный аспект в этой теме, мне кажется, наиболее интересен и наиболее значим для нашего города. Ну, а действительно, история архитектуры промышленной, она в Петербурге, в одном из ведущих, можно сказать, в свое время самым основным промышленным центром России, сыграла значительную роль, потому что архитектурно-пространственную среду нашего города формируют не только всем известные творцы, ансамбли, особняки, жилая застройка, но и масса промышленных предприятий, которые часто скрыты за заборами, часто их никто не видит, потому что снаружи мы видим одни, одну застройку, тоже интересную промышленную, а то, что там внутри, это знают, видят, только вот видели, вернее, потому что сейчас уже многие эти профилированы или вообще пустуют, но видели люди, которые там работали, а не все ценили ее. Потом, когда мы начинали обходить и смотреть, они говорили, ну что тут интересного? И когда мы ходили, они вам все показывали, вдруг они так сами загорались и говорили, ну какое интересное, значит, как у нас все это, и это, и это, и это, так привыкали и не видели. Ну вот, и эта среда, конечно, там открывали эти пространства огромных, заводов, и Путиловского, и Обуховского, и все то, совершенно иное представление о городе. Так что вот эта архитектурная пространственная среда, она замечательная, это другое лицо нашего города. Ну и достаточно это лицо сейчас по-разному мы видим, оно часто очень такое грустное, потому что много проблем с используемой этих зданий, но, тем не менее, очень много достойных, интересных зданий об истории, о которых я постараюсь, вот, у меня тут есть много материала, я постараюсь вам проиллюстрировать. Ну, надо сказать, что действительно, еще, что промышленная архитектура, она сыграла такую роль, очень важную вообще в становлении инженерных, конструктивных особенностей вообще в архитектуре, потому что именно здесь новаторские конструкции применялись, первые каркасные конструкции именно в промышленности, использование металла, железобетона, огромные зальные такие пространства, цехов, это все впервые именно вырабатывалось в промышленном строительстве, потом это как-то каким-то образом, естественно, перенималось, переходило и в общественную, ну, и частично в жилую архитектуру. То есть все вот эти многие инноваторские тенденции конца 19-го, начала 20-го века, они именно начинали, зарождаясь в промышленной архитектуре и потом повлияли на вообще формирование остальных особенностей, архитектурных особенностей, принципов и приемов. И еще надо сказать, что, вот, я говорю, что это второе лицо города, формируется пространство. Вот если вы посмотрите на карту Петербурга, то вот эти сиреневые, все эти вот эти площади сиреневые, это все промышленный пояс. Это промышленный пояс внизу, это южный промышленный пояс вдоль обводного, это южный промышленный пояс. Ну, мы видим, что частично Выборгская сторона вся занята была промышленными предприятиями. То есть фактически по водной структуре города располагались все эти промышленные предприятия. Почему? Ну, это естественно, что они использовали энергию воды для паровых двигателей, они использовали водные трассы для доставки сырья и для продукции отправления. То есть это все вот закономерно и сложилось так вот вдоль берегов Невы, ее притоков и канала. Ну, это просто первая заставка, я говорю, подтверждение моих слов, что это действительно ведущий промышленный центр, главный. Он задуман был у нас в Петербург не только как столица, но и как такой промышленный центр, военный центр. Ну и прежде всего вот наше адмиралтейство, главное адмиралтейство. Мы здесь видим первое, это Коробовское адмиралтейство. Это первая отечественная верфь, каменная верфь, заложенная самим Петром в свое время. И остается главное адмиралтейство в топонимике нашей. И надо сказать, что главное адмиралтейство – это первое перепрофилированное промышленное предприятие. То есть когда оно в начале 19 века было перестроено по проекту архитектора Захарова, тогда и вот преобразована была первая промышленная судостроительная верфь вот в такое уже учреждение военно-морского ведомства. А когда, значит, тем не менее поначалу мы видим здесь, вот жалко нет указки, мы видим здесь по берегу Невы, вот слева внизу видим кусочек адмиралтейства, а дальше мы видим вот это вдоль берега Невы, это все были судостроительные такие учреждения, связанные мастерские, кузницы, смольни, все это было связь с лобода рабочих. Это все было связано с главным адмиралтейством, с судостроением. И вообще вот Петербург замыслился как такие морские ворота страны. И вот это вот в нижнем течении Невы как раз все это и происходило. Здесь мы видим треугольный остров Новой Голландии, где тоже были свои лесные склады всем известные. И дальше вот ниже по течению Невы островки, это Адмиралтейский, Галерный, Провианский, все это было таким пространством предназначенным для судостроения. И наряду с главным адмиралтейством была здесь ниже по течению и Галерная верфь. Она основана была тоже при Петре в 1712 году. Сначала это была Галерная верфь. Ну вот это мы видим Новую Голландию. Новая Голландия, она уже нам известна. Наверху мы видим Коробовский корпус лесных складов. Общая композиция треугольного острова Новой Голландии, окруженная этими зданиями их складов. Внизу мы видим арку Валенда Леамута, которой мы говорим, что это первое классическое здание. То есть по такой метафорическому отзыву одного из наших исследов Тарановска, она говорила, что классицизм вошел через арку Новой Голландии и вышел через арку Сената и Сенула. То есть это действительно одно из первых сооружений классицизма в Петербурге. Ну а внизу вот под, видим, остров уже проект американских архитекторов. Ну был объявлен конкурс. Знаем, что долгие годы Новая Голландия была, так мы называли, Бермудским треугольником. Очень много было утрачено таких исторических корпусов на территории Новой Голландии. Но потом при смене разных владельцев пришел вот последний, когда был объявлен конкурс, конкурс на концепцию уже оставшихся. Ну остались, слава богу, самые такие ценные корпуса. И на обустройство, реставрацию корпусов. И постепенное, как бы, стартовое, такое постепенное освоение этого острова, включение его в общественную жизнь, пространство. Ну вот это сейчас, так я понимаю, у нас и происходит. А только что я говорила о главном адмиралтействе, о том, что все по этому берегу Невы в нижнем течении располагались и канатные, и смольные, и другие заводы, предприятия. И вот из главного адмиралтейства, когда его стали выводить производство, которое действительно угрожало и пожары были, и Зимнему дворцу, и центру города, это постепенно, вот это все судостроение смещалось вниз. И на территорию галерной верфи, которая была еще основана в 12-м году, потихоньку стали переводить все производство. И вот этот судостроительный завод, гигант, возник, постепенно развивался в течение 18-го века, но основные работы в начале 19-го, когда стали строить здесь, первые каменные эллинги, которые были предназначены для строительства судов. И вот мы видим здесь панораму уже середины 19-го века, когда мы видим, как сформировалась эта панорама. И надо сказать, что в основном она сейчас, мы ее не видим, но в основном многие здесь здания еще существуют. Например, вот самый крайний левый эллинг, это один из первых эллингов каменных, которые у нас в России, то есть первый, даже не один, а просто первый. Каменный эллинг, который был сооружен в 1838 году по проекту инженеров и архитекторов, базена, карбоньера, целая команда тут работала, инженеров, лебедев, попов. И вот такая вот Гомзин, Аннарт, тут вся эта плеяда вот таких архитекторов, Гомзин, Аннарт, это Захарова, ученики-последователи, а инженеры – базен, карбоньер, лебедев, попов. И вот этот интересный, огромный эллинг, он был по тем временам очень невероятных размеров, 89, по-моему, в длину и вот высоту выше 20, и с арочным таким, таким витражным проемом, витраж, металлостеклянный витраж, который разбирался, когда спускались корабли на воду. Перекрыт арками, арки – арочные фермы, вернее. Это были уже не деревянные, а металлические, причем тогда еще расчеты не производили, а все это делалось эмпирическим путем. Изготовлены деревянные, потом переведены в металлические. Дальше рядом с ним маленькое такое здание торцом. Они все стояли торцом, естественно, к воде, к берегу. Тут две судостроительные мастерские, и следующий, это уже более поздний, эллинг 860-х годов, который, к сожалению, сейчас у нас не сохранился. А сзади вы видите башенку, башенку такой, с флагштоком. Эта башня была сооружена на протяженном здании, которое было перпендикулярно вот этим всем эллингам. Это была корабельная мастерская, там, где изготавливались чертежи, плазы вот этих будущих судов. И вот она имела вот перекличку как бы с адмиралтейством, там, кораблик, флагшток. Все это была вот такая тематика, и такая эмблема этого, она была перенесена и сюда. Вот еще иллюстрация адмирала Тесла. Здесь вот в середине, видите, этот эллинг роскошный, он в середине вот это черно-белое изображение, это с литографией. И видно, как оттуда, значит, спускается на воду корабль. И самое важное, что это все было таким действительно зрелищем общегородским. Там это парадное такое, парадное мероприятие, если можно так сказать. Там были высокопоставленные особы и просто горожане. То есть это было очень важное, значимое зрелище. И сами эти здания, они формировали пространство панораму Невы. И сейчас они, к сожалению, в 60-х, 20-го века, 60-70-х годах застроены вот такими целикатными зданиями, цехами. И вот это все, к сожалению, мы не видим. А вот рядом, справа с краю, это тот же эллинг. Вот современное состояние, но это изнутри, из территории самого предприятия. Вот еще. А вот рядом эти мастерские. Они такие вот, архитекторы Гомзин и Аннард, они работали в такой классической еще манере. Это же 30-е годы, 1830-е. Вот это все видны и архивольты, и симметрия. Краснокирпичные нештукатуренные были здания. И вот такая вот архитектура, так как называемые термальные окна, то есть вот эти вот арочные окна, расчлененные вертикалями. Все характерно для классицизма. Очень интересная там постройка. Уж сейчас, не знаю, сохранилась или нет, но несколько лет назад она была. Это такие лесные склады, тоже там на территории. Они из гофрированного такого стального листа, стены изготовлены. А наверху все равно такой интересный арочный витраж для освещения. И вот внизу, видите, здесь даже мы нашли вот этот штамп. Это из Лондона, это английский. То есть из Англии привезли сюда, собрали на месте, собрали. Там внутри очень красивые, к сожалению, нет фотографий. Здесь конструкции такие сквозные, решетчатые, колонны и арки. Ну, а снаружи уже, вот видите, уже все проржавело. Не знаю, насколько это такое вот как-то отношение не очень. Такое позитивное к ним. И боюсь, что как бы они уже не были разобраны. А вот это вот я вам показывала корабельную длинную мастерскую с башенкой флагштоком. Она была уже значительно надстроена и перестроена уже в 30-е годы 20-го столетия. Но тем не менее, вот это все ее очертание сохранилось. И внутри тоже сохранились многие сводчатые покрытия. А в центре, может быть, видите, там просматривается эта башенка. Но она уже, по высоте стало меньше, потому что из-за этой вот поздней надстройки, третий, четвертый этаж. Но тем не менее, вот она прочитывается. И в структуре самого здания, когда мы там ходили, то она просматривалась. А вот эти вот крупные проемы, они так и сохранились. Они были напротив эллинга, вот у которого я самая первая, этого эллинга. И поэтому из этих проемов как раз вот доставляли для сборки материал. Здесь рисовали, здесь пласт был, конструкции изготавливали. И напрямую, значит, переводились туда сам эллинг. А это уже 1890-е годы. Архитекторы Дудкин и Гудзинский тоже там же, но это еще больше по размерам. Красно-кирпичные вот такое мощное сооружение. Эллинг тоже с металлическими фермами перекрыты. И вот такими мощными контрфорсами. Стены, которые укреплены. Они создают определенную и такую динамику, и такую эстетику. И в то же время они позволяют укрепить вот эти все конструкции. Ну и вот завершала эту панораму. Построен в 1911 году храм Спас на Водах. Проект архитектора Перетятковича. Заложен он был в 1910 году в пятилетие Цусимского сражения. То есть он посвящен всем русским морякам. Великолепное убранство имел внутри, но был разрушен в 30-е годы. Сейчас там на месте стоит как знак часовня. А это со стороны Мойки, поскольку весь адмиралтейст, вот этот остров между Мивой и Мойкой. Со стороны Мойки мы видим тоже, ну это тоже панорама конца 19-го, начала 20-го века. Вот эту башенку плаза, корабельной мастерской. Дальше просматриваются Эллинги. Вот такая довольно такая интересная панорама была и со стороны Мойки. Сейчас, конечно, такого мы не увидим. Но это мы говорили о таких комплексах, которые начинались, о таком комплексе, который начинал свое развитие с 18-го века, потом 19-го и сформировался, можно сказать, к началу 20-го. Надо сказать, что вот большинство таких крупных предприятий наших петербургских, они проходили достаточно такой длительный период жизни, развития. И вот преобразовывалась их такая среда. Это было нижнее течение Невы. А в верхнем течении Невы тоже было много различных кирпичных, по началу 18-го века, кирпичных заводов. Потом здесь были и основан был императорский фарфоровый завод. Но в большей степени в 18-м веке, если там была морская слобода, то здесь был пригородный такой район загородных дач, особняков. И вот одним из таких особняков на левом берегу Невы в селе, на Шесельбургском тракте, в селе Александровском, был такой мыза князя Вяземского, который получил селение Александровское в преданное от своей жены, урожденной Трубецкой. И вот такой возник интересный там комплекс большой с селениями, с лесами, лугами и прочим к концу 18-го века. Здесь же была сооружена неподалеку церковь. Здесь мы видим Вяземского портрет. А внизу церковь, как называют на Куличе Пасха, то есть Троицкая церковь по проекту Львова. Львов дружил с Вяземским, ну, дружил он между ним, был в таких тесных отношениях, взаимоотношениях. И вот, видимо, по его заказу была сооружена эта церковь. И тут же вот дом загородный Вяземского, и тут же был разбит и парк, такой пейзажный парк. Вот мы видим такой генеральный план этого усадьбы Вяземского, где в центре вот этот пруд такой небольшой, и там, значит, вот этот дом. В таком стиле раннего классицизма. К сожалению, вот автора не удалось пока установить, только предположительно. Можно предполагать, что это мог бы быть и Львов. Ну, это предположение. И вот на этой территории Вяземский был директором императорского фарфорового завода. Он был вообще таким генерал-прокурором и таким влиятельным деятелем, вельможей Екатерининской эпохи. Много у него, значит, было разных затей и планов. И в частности, он был еще этим президентом, поседателем опекунского совета. У него была идея сделать вот для питомцев воспитательного дома при опекунском совете вот какие-то такое заведения, учреждения, где могли бы их учить всяким мастерствам, всяким работам. И они могли бы и работать там. И вот, ну, он свою идею не успел осуществить, он скончался. После этого эти земли его вдова продала, отдала в казну. И был такой проект другого тоже, такого реформатора. Надо сказать, что вот это начало 19 века, рубеж 18-19, вот тут как раз в Петербурге был таким эпохой зарождения, индустриальной вот этой эпохой. Это еще начиналось вот при Павле. Уже начало вот этих новшеств, введения европейских новшеств, паровых двигателей. Все это уже вот-вот назревало. И как раз это впервые было таким образом реализовано на территории вот этого интересного предприятия, которое возникло именно вот на бывшей усадьбе князя Вяземского. Был такой, Павлу представлен, император Павлу представлен проект некого Аббата Осовского об учреждении мануфактуры, казенной мануфактуры, которая бы могла использовать новые способы производства, текстильные. Надо сказать, что вот мы знаем, что это как раз зарождение индустриальной эпохи в Англии. Все это уже начиналось активно. Вот решили и здесь сделать такое образцовое казенное предприятие, учреждение. Именно образцовое, потому что действительно у нас, как всегда, в России все идет от центра. Сначала здесь все зарождается, потом это распространять. И вот это должно было быть образцом для других таких подобных текстильных предприятий, которые могли бы быть учреждены и в других районах города, и в других городах России. А также это должно было быть и школой для рабочих, воспитывать кадры надо было здесь. И вот таким образом все здесь было. И как бы изготавливать новое оборудование по новым совершенно методам. И вот такое предприятие было основано в 1796 году, в 8-м, простите, году, учреждение вот этой Александровской мануфактуры. Был указ. И реализована была эта казенная, как бы цена, казенные средства, казенная Александровская мануфактура. Мы видим здесь очень интересный план. В центре вот этого каре двора мы видим, это как раз усадебный дом князя Вяземска. Вот он остался от этого. А в остальном, конечно, все это было уже построено заново. И в то же время видим интересное здесь сочетание. Вот сохранилось усадебный, сохранилось сочетание вот этой уже новой какой-то промышленной застройки. Внизу вот эти все два, три двора, три таких. Это уже, можно сказать, многоэтажные здания. А по Шлиссельбургскому наверху Т-образные три таких домика. Это вдоль Шлиссельбургского тракта. Это жилые, одноэтажные, двухэтажные здания. А вот эти желтые, по бокам крыльев, это поселы. Это как бы наделы, жилые домики с наделами для рабочих. То есть здесь вот сочетание такой патриархальной схемы и уже зарождающейся новой промышленной. Но это характерно вообще было для таких как бы идеальных коммун, идеальных городков. И в Европе вот здесь у нас такое произошло. Вот эти Т-образные, это жилые дома для служащих, для инвалидной роты. Инвалидная рота, это солдаты, которые, офицеры, солдаты, которые как раз служили здесь. Ну, охраняли, видимо, все и какие-то имели вот свои функции. То есть здесь были рабочие, воспитательный дом, значит, ученики, питомцы и инвалиды. Вот инвалиды, это не такие инвалиды, но действительно те служащие, которые здесь, значит, выполняли свою какую-то определенную работу. Ну, а вот эти два квадратика таких темных, это тоже здесь один с такими, с круглыми, с лестницами литератными, это для лазарет питомцев, для воспитанников. А другой, значит, лазарет для этих инвалидов. И вот главный дом в центре такой трехчастный. А наверху, да, это сооружена была, видимо, в плане, это церковь, церковь Павла, храм святого Павла здесь. А вот здесь, вот это внизу каре, тоже вот такой, встроенный такой своеобразный по плану, такой с закруглением прямоугольник, это план церкви Александра Невского. То есть церковь Александра Невского, она вот была при этих мастерских и классах, столовой, чертежной классы воспитанников. А там, значит, вот более, видимо, такая церковь, которую посещать могли и горожане. Вот эти инвалидные корпуса, которые были построены, вот один из них, значит, это мы видим инвалидный корпус, построенный вдоль Шлиссенбургского. А внизу вот эти лазареты. И все это было построено в начале, в первые годы XIX века и по проекту архитектора Антонио Порто. Вот недавно мы нашли эти проекты, до этого не знали. Ну вот, к счастью, вот это авторство, это как раз удалось установить. Хотя далеко не все удалось атрибутировать, не было таких. Вот это одно из Т-образных этих зданий по проекту архитектора Порто. Мы видим, что вот это все классическое, четкие классические схемы. Рустовка, уже такой настоящий, строгий классицизм. Если там Вяземский, это еще ранний был, то здесь уже строгий классицизм. И вот такой простой дореческий ордер, арочные окна и такой четкий ритм. Лепнины, конечно, никакой нет. Все это так очень рационально, предельно. Но, тем не менее, классически все это решено очень грамотно. Ну и вот на месте внутри, там в одном из этих дворов построено было такое здание. Это знаковая, можно сказать, это льнопредельная мануфактура. Они часто, ну не часто, но они упоминают Андрей Львович Пунин, как одно из таких наиболее знаковых зданий именно в истории архитектуры, где впервые был применен каркас, чугунный каркас, металлические колонны, кирпичные сводики, которые опираются на эти колонны. То есть вот это первый пример каркасного здания. Надо сказать, что вот эта схема генплана первого, она была задумана, прорисована инженером Гаскоиным, шотландским инженером. Но он только вот как бы дал общую концепцию, наметку, потом он был переведен уже на другие заводы. И все остальное уже вершил его преемник, инженер Александр Яковлевич Вильсон, который проработал директором на Александровской мануфактуре более 50 лет. То есть он был директором Александровской мануфактуры, руководил всем и строительством, и всем. Вот многие его чертежи, то есть многие чертежи подписаны именно Вильсоном. Наверняка там участвовали архитекторы, но вот не удалось бы, других сведений нет. Хотя вот эти жилые дома, мы знаем точно, что это архитектор Антонио Порт. А здесь вот все подписано весь. Но надо сказать, что он, конечно, внес огромный вклад в развитие этого производства, потому что много новшеств. Он без конца, вот по архивным документам, он без конца уезжал в Англию и привозил оттуда. Ну, поскольку Англия тогда была передовой именно вот этой индустриальной державы, привозил оттуда различные новинки, различные новшества. Все это внедрял здесь. Но он руководил, видимо, очень успешно этим тем. Ну, предполагали, может быть, что это делал и архитектор Роков, один из архитекторов, выпускник Академии художества. Известно, что он тут с 1809 и последующие годы работал здесь, на Александровской мануфактуре. Но это чисто такие косвенные сведения. Единственное, только точно удалось восстановить, что Александр Николаевич Роков автор церкви Александра Невского, которая вот включена была в этот весь комплекс с мастерскими. Это точно установлено. Как дело касается жилого дома или храма, церкви, то тогда вот ты находишь эти сведения. А когда чисто производственное здание, там все вот в основном подписано. Вильсен или его племянником, любым Вильсеном. Видимо, вот эти инженерные истории, инженерные факторы здесь были самыми главными в этом, естественно, в этих чертежах. Но, тем не менее, мы видим, что вот при всей этой каркасной системе все-таки сохранилось все это классическое вот такое построение. Безорганное, но, тем не менее, с пилястрами, с лопатками, четкий ритм, арочное очертание. Все это одно соответствует каркасу. Все эти лопатки, проемы, все строго так рационально продумано и в классической манере. А это вот эта церковь храмства Павла, который задумывался. Первый проект был выполнен архитектором Андреем Михайловичем Захаровым. Потом он несколько раз переделывался, приостанавливался. Начинался проект в 1801 году, потом строительство приостановлено, потом оно было вознаграждено по проекту уже в 17-м году архитектором Пильниковым Григорием Михайловичем Пильниковым. Потом окончательно закончено в 24-м, а потом все еще интерьеры были заново изменены уже в 1860-х годах. Но храм был утрачен, снесен в 1930-е годы, как и многие другие, как и спас наводок. Вот, к сожалению, мы утратили это. Но когда обследовали, вот мне все кажется, она так прямо стояла около Шлиссельбургского тракта, как вы видели по плану. И вот сейчас на этом месте, вот я прямо смотрю, там административное такое здание управления этого завода Абуховского. И вот так по очертаниям, по планам, явно это вот на фундаментах этого здания, этого храма построено новое здание. Как раз видно, что оно 30-х годов, видимо. Снесли и на фундаментах построили. И вот такая многофункциональная система очень интересная разных жилых, храмов, мастерских, классов. Все это сложилось, вот такой единый ансамбль. И вот этот ансамбль, он просматривался, это вот такая дорога, которая вела от Невы к Шлиссельбургскому тракту. Ее сейчас, там сейчас улица Гребакина, по-моему, там уже трудно что-то, там ничего уже нет. Но вот какая была великолепная панорама. Мы видим, там просматривается дом Вяземского в центре. И здесь вот сарочным, слева внизу, таким сарочным, этим, нишей. Вот это церковь Александра Невского была, значит, эти все мастерские, воспитательный дом. И уже внизу справа храм. Он несколько, конечно, немножко, мне кажется, купол несколько изменен. Но тем не менее, вот вся композиция, вся эта развертка, она здесь очень такая, внушительная. И еще вот одна панорама, которая тоже, панорама изображений уже 1845 года. Сверху такой вид. И мы видим, вот опять же, этот дом в центре. И вокруг него все вот эти классы, чертежные, мастерские, все окружают вот такими, с внутренними дворами эти постройки. И все они в таком классическом, спокойном, таком рациональном стиле. Все складывалось в единый ансамбль. Ну, этот ансамбль просуществовал до 1861 года. Эта мультфактура, она как бы выполнила свою функцию. Ну, стали, значит, воспитались кадры новые, новое, значит, это все оборудование изготавливалось. И начались эти все образцовые, по образцу вот этого предприятия стали строить уже небольшие ткацкие текстильные фабрики в Петербурге. Их много. До сих пор, конечно, сохранилось. И нашли в Сельбургском тракте, на проспекте Абуковской обороны много. И в других уже частях города. А здесь мы видим, вот как по центру, как уже проект был размежевания этой территории, прямо прорезает эту всю вот прекрасную планировку, прорезает такая улица, которая отрезала. И слева уже отдавались земли новому предприятию, а справа оставались еще за опекунским советом, за воспитателем. Но, тем не менее, все это уже очень быстро было утрачено. Это по проекту архитектора Эббенгера. Вот такая была проведена архитектор Эпикунского совета. В 861 году было такое вот деление этой территории. И там, в левой части этой обширной территории, был основан Абуховский завод. Еще огромнейший комплекс, который уже существует в наши дни. Это Абухов и Путилов. Абухов, изобретатель, получивший патент на изобретение тигельной стали. Это очень важно было для развития оборонной промышленности. И вот им был Абухов, как мы знаем, известный организатор производства, владелец Абуховского завода. Вот еще был Кудрявцев, один из предпринимателей. Вот они как раз и затеяли это новое предприятие. Потом оно несколько раз переходило и в государственную казну. Но это уже отдельная история. Сейчас ее затрагивать не будем. Но, тем не менее, по проекту этих уникальных, талантливых инженеров и организаторов производства возник огромный Абуховский завод. Мы здесь видим, что панорама уже этого нового Абуховского завода. Но, тем не менее, наверху это еще остатки от Александровской мануфактуры и храма Святого Павла наверху. Мы видим, это все еще существовало. И вот по проекту архитектора, в основном архитектор Генрихс, он здесь первые годы работал. Много вообще так работал в промышленной архитектуре. И на Кренгольской. Много у него построек, в частности, вот на Абуховском. Вот такие первые мастерские, очень такие интересные, сводчатые, с каркасом металлическим. Это уже вторая половина 19 века. Вот такой вот на этой территории возник. Уже нет этого ансамбля, уже это все совсем по-другому. Все это в связи с технологией. Огромные корпуса. Но, тем не менее, вот видим остаточек там Т-образное наверху. Этот дом, он до сих пор сохранился. Обращенный на Шлиссельбургский, на проспект Абуховской обороны. Ну, вот за ним квадратный, вот этот самый лазарет для питомцев, воспитательного дома еще остался. Ну, конечно, они все были переоборудованы в мастерские. И огромное такое ядро, это промышленное, мы видим, обращено на проспект Абуховской обороны. Это масса вот этих цехов. Это целый конгломерат вот этих стали пушечной, орудийной. Ну, огромное количество, я сейчас покажу его. Это вот то, что осталось еще из альбома 19 века, но предельной мануфактуры. Вот она такая перестроенная была. Это уже постройка новая на территории Абуховского завода. Там много интересных построек. И эклектика, и модерн даже такой рациональный есть. И много тут работал именно в конце 19 века. Можно сказать, что это вообще его, как бы, главная страница в его биографии. Это архитектор Лумберг. Федор Федорович Лумберг, у которого есть такое здание на рюке Перекупном. Да, Перекупном, такое интересное здание. И думали, ну что ж он так мало построил? Это там его собственный дом в Перекупном. А вот он, оказывается, был главным архитектором Абуховского завода и настроил очень много интересных зданий, сооружений. И как на самой территории, так и вокруг вспомогательных, служебных зданий. В частности, вот эта электростанция. Вот это такая родильная мастерская. Она еще существует. Все 90-е годы. Вот еще одна мастерская с водонапорной башней. Вот это основная пушечная мастерская, которая выходит на проспект Абуховской обороны. Видите, такая интересная, вообще такая ритмика. Вот эти самые контрфорсы. Очень так, ну как-то монументально, романтично все это решено. Пластика богатая. А вдали, вот видите, такой вот шатер. Это тоже, сейчас я покажу, какие там конструкции сейчас сохранились. Ну вот когда я первый раз начинала заниматься вообще давние-давние годы этой промышленной архитектурой, изучением, я шла по проспекту, я всегда рассказываю эту историю, шла по проспекту и щелкала просто. Мне очень понравилось, фотографировала. Вдруг меня нагоняет такой газик, уходит два человека в форме, берут подроки, сажают туда и везут на завод. Это советское время еще было. Везут на завод, в первый отдел, проводят. И говорят, что же вы делали? Я говорю, ну знаете, мне так понравились, такие красивые здания. А молодая была тогда, наивная. Говорю, мне так все понравилось. А я еще, когда меня вели, еще внутри смотрю, что там вот эти все постройки, которые я показываю, они еще там внутри. Я говорю, так у вас еще воздуховы там. Он мне сказал, нельзя фотографировать наш завод. И вообще мы это все скоро снесем. Ну вот, пока еще не снесли. Так что прошло очень много лет. Так что было такое приключение. А вот этот зенитный, вот я показывала этот шатер, вот это, какие там роскошные конструкции. Вот они до сих пор, это современные фотографии. Это мне дала моя коллега Валентина Ивановна Лилина, которая очень много тоже занимается этой темой. Мы с ней вместе работали. Вот она мне любезно предоставила эти фотографии. Это вот одна из этих пушечных. Там же конгломерат этих цехов. И вот в каждом различные интересные такие конструкции. Ну, вообще, вот роскошь. И они не знают, что с этим делать. Вот что, печально. А это вот остатки этой Александровской мануфактуры. Видите, еще классицизм. Он вошел в эту вот застройку Абуховского завода. Ну, в таком достаточно потрепанном виде, но пока еще существует. А это по проекту Лумберга Амбулатория. Но она уже выходит на проспект Абуховской обороны, вне застройки промышленной. Это его же тоже школа техническая напротив. Тоже в таком модерне, очень красивое здание. Все Лумберг. Вот он делал и производственные, и вот эти вот вспомогательные, служебные корпуса. Там много очень на этом участке Абуховской обороны его построек. А напротив это тоже. Вот эта башня, которая напротив самого завода, на другой стороне Невы, так вот она называет, она не только водонапорная. Они утверждали, сотрудники, что это еще и пристрельная башня. То есть она, видимо, как там оптическая минная, оптическая мастерская, видимо, каким-то образом они вот использовали ее как ориентир. А здание воспитательного дома сохранилось? А? А я вам показывала. Нет, нет, сохранилось. Вот то, что осталось, я вам показывала эти постройки. Это все, что осталось. Вот. Вот что осталось. Всего этого. Вот это внизу завозный двор, так называемый, квадратный. Вот это дом директора, вот это на предельнях. Вот это все, что осталось. И тоже они все хотят убрать, снести. Вот эти вот такие вот напорные башни там. Все это как-то уже, к сожалению, находится в таком каком-то прозябании. Они построили рядом новые корпуса уже на соседнем участке. и хотят, вот не знают, как их использовать. И город как-то не может это решиться. Не они, но огромные пространства, много ценных зданий. Особенно вот эти, я которые показывала, с роскошными покрытиями, перекрытиями. Там много всего. Они говорят, а что нам с ними делать? Я не знаю. Снимать не дают? А? Снимать не дают? Нет. Но это нам дали, потому что мы делали экспертизу. Нет, ну это входящая натура. А если они сломают, что нам дают снимать? Ну, во-первых, не надо давать сломать. А подождите, не будем об этом так думать. Нет. Не надо. Надо все-таки попытаться сохранить. А это вот, как я рассказывала, вот это текстильные стали строить. И в частности, вот 1830-е годы на входном фабрике Веретино. Ну, слева, это как пример того, как одну из таких текстильных фабрик снесли. Это на Пискаревском проспекте. Это была Оптинская бумагопредельная мануфактура. Долго мы ее держали под охраной, но никак не удавалось. Держали со всех сторон. В результате мы подумали, что вот, может быть, внутри там башня кирпичная была по проекту архитектора Шауба. Ну, мы сказали, ну вот башню все равно. И думаю, оставляем под охраной. Как почему-то скрипя сердца там согласились, вышестоящие. А когда стали проводить все эти проекты, реализовывать, они все-таки башню. Мы сказали, мы башню оставим. И они аккуратно разобрали все вокруг и башню оставили. Ну, правда, говорят, доходят слухи, я сама точно не знаю, что все-таки там вот эти интересные каркасные конструкции. Это же каркас, первые каркасы. Они же не просто вот так палки, столбы. Там же капители очень интересные. И тут вот были очень красивые каркасы. Ну, якобы они сохранили и куда-то включили композицию. Ну, это я не знаю, это только слышала. Башня стоит, а конструкция этих... Нет, а конструкции вот этих, я говорю, их не видно там, да, незаметно. Куда они там их обещали их сохранить и куда-то пристроить. Ну, а это веретено, это вот уже пошли частные фабрики. Это российская бумагопредельная мануфактура. Здесь уже много, как принято сейчас говорить, частных инвесторов. И вот здесь все их фамилии приведены, написано на этих досках, которые обрамляют вот эту конторку. Конторка, выходящая на обводный канал. И, значит, ротундочка, завершена эта конторка, ротундочка со статуей Меркурия, бога торговли. Вот такая символика, и все это еще пока выдержано в таком классическом стиле. П-образная трехчастная симметричная композиция корпусов, раскрытая к обводному каналу. И вот внутри, значит, вот эта конторка проходная. Ну, еще такая же фабрика на Синопской набережной. Это фабрики Нарона Штиглица, которые тоже начаты были в 30-х годах строиться. А потом, значит, уже формировался этот квартал уже к началу 20-го века. И вот сохранившееся от этого справа здание, самое правое, это не самое правое, а вот серединки. Самое правое снесено, вот серединки это простое, такое с двумя трупами. Это военный инженер Глама, 50-е годы, 850, это одно из первых тоже зданий этой фабрики, тоже с металлическим каркасом. Сейчас вы все его знаете, это единый центр документов в нем. Ну, вот эту фабрику все-таки удалось в какой-то степени отстоять, хотя надо сказать, что она была под большой опасностью. И вот, что не удалось отставить, так вот эти три трубы как-то. Это вот Вера, Надежда, Любовь, вот они стояли пока. Они, конечно, дополняли всю эту композицию. Во-первых, это такие игры строительные какие-то акценты, вертикали. Это и память места, это вообще рабочие на этой фабрике, у них была даже медаль кюбилея своей фабрики, и было высечено вот эти три трубы, Вера, Надежда, Любовь написано. То есть все это знали, вот эта работа, вот эта социальная память, но с этим не посчитались. Ну, по крайней мере, удалось сохранить здание, хотя, если вот вы пойдете, когда пойдете в центр документов, зайдете с улицы Красного Текстильщика, этот двор, конечно, он обезображен страшно. Это все эти жуткие витражи, вот эта обмойка, много там котельной уничтоженной, вот как раз одной из труб и много другого интересного. Ну, так все это вычищено, по крайней мере, вот самые главные корпуса сохранились. Вот они так формируют этот берег, контрастируют и со Смольным собором в контрасте. Это вообще ландшафт, который нашего города долго стоял вот именно под угрозой сноса. И даже вот когда шла речь об этом, о башне Газпрома, тогда говорили, что вот эти плохие, страшные фабричные корпуса вот мешают восприятию. Ну, вот башни нет, и корпуса стоят. Ну, без, к сожалению, без этой веры, надежды и любви. Вот мы видим здесь, это слева внизу, это корпуса уже выходящие на улицу Красного текстильщика, архитектор Купинский. А справа архитектор Петерсон, это уже на берег Невы выходит. Там, конечно, тоже много уже надстроек, каких-то искажений, но, по крайней мере, все-таки сам корпус стоит вот такой красивый. А справа, видим, глама примыкает вот этот центр документов. Такой кирпичный, поздний кирпичный стиль, конец 19 века. Это уже, можно сказать, даже переходный к модерну, такому кирпичному модерну. Видимо, он в чем прочитывается? В таком силуэте богатом, в таком декоре кирпичном. Сочетание кирпича, много там металла. Вот это пожарные такие лестницы металлические, они тоже дополняют вот эту всю фасаду, архитектуру. Все вот это уже такой вот достаточно проработанный, такой непростой, как вот у глама кирпичный стиль, как вот этот ранний. А ранний очень похож на все манчестерские фабрики. И вот архитектор, известный архитектор Шинкель, у него зарисовки. Вот это все вот такие текстильные фабрики, которые строились в начале, на заре промышленной революции по всей Европе. И вот они и у нас есть. Вот это вся панорама всего этого комплекса сверху, как это все смотрится с него. Ну, еще одна такая текстильная фабрика. Ну, если те тоже с металлическим каркасом, то это тоже частично металлический. Вот самый левый корпус, самый простенький, это первая фабрика. Фабрика Таршилова, самый ранний корпус в середине 19 века, 40-е, 50-е годы. Это значит... А потом уже следующий архитектор Моков. Дальше там Первец. Следующие вот эти башенки все, это уже 70-е, 80-е годы. И вдали, вот может быть, видите, такие шатры. Это уже 911 год. Это вот фабрика Невская ниточная мануфактура. Потом она носила название Невка, фабрика Невка. Но в нашей время красная нить. Фабрика была в советское время красная нить, а сейчас она тоже перепрофилируется. Ну, интересно, что еще тут? Что вот это такой вот ансамбль сложился. Казалось, сначала середина века, потом конец века, потом уже начало 20-е. Вот кажется, это в разные времена строилось. А вот так все вместе, вот единый такой, как бы, ритм, масштаб, единый материал. И все это сложилось в такую единую композицию, которая часто... Она на набережной Большой Невки, Выборгская набережная расположена. И она часто вот изображалась художниками и Острового Лебедева, и других работах. Вот как бы такая, какой-то знаковый какой-то фрагмент петербургского ландшафта. И действительно, он такую играла важную игру, строительную роль. Вот, к сожалению, сейчас вот рядом возник вот этот вот корпус, бекара или что-то такое. В общем, он, конечно, убивает вот эту значимость этого всего интересного промышленного ансамбля. Ну, а здесь вот на набережной Фонтанке постарались сохранить все-таки как-то застройку. Я не думаю, мне не очень нравится сама архитектура, но, по крайней мере, вот эти новые корпуса, они построены были в 90-х годах 20-го века, они все-таки уже как-то попытка вот объединить новую архитектуру со старой. Это фабрика «Гознак», экспедиция заготовления государственных бумаг на Фонтанке, на набережной Фонтанке, между Фонтанкой и Рижским проспектом. Сформировался этот тоже большой комплекс, тоже государственный. Вот это его, тоже система вот таких внутренних дворов. И справа, внизу, вот это более ранние корпуса, и так называемая каре Бетанкура, потому что инженер Бетанкур начинал это все в начале 19-го века, в первые, третьи 19-го века, а потом, в дальнейшем, вот это через проезд, это уже поздние корпуса строились по проектам архитекторов Маевского и Жибера, это уже во второй половине 19-го века. И завершило это все в 20-м веке, вот там строительство типографии на набережной Фонтанке, это по проекту архитектора Баха. То есть вот тоже сложился такой комплекс, мы видели, зарождался такой прием в Александровском на фактуре, и здесь мы видим вот это система таких с внутренними дворами, и тоже сочетание разных построек, и производственных, тут и церковь Андрея Критского потом была построена, и служебный, и вспомогательный. Ну вот на Рижский проспект наиболее тоже раннее здание выходит, это так называемое сушило было построено, как сушило, по проекту Ислам Бетанкур и архитектор Гюльгельфон Треттер, который вот автор мостов наших петербургских. Вот такой вот трехчастный классический тоже прием, это начало 19-го века, классицизм, вот главный, основной корпус, и боковые флегели между, здесь и жилье, здесь и само производство, объединенное с жилыми, с казармами. Вот сейчас это уже в таком виде у нас существует, выходит на Рижский проспект, видим вот эту классическую, характерную трехчастную схему, арочные окна, ритм такая, безордерная, строгая архитектура, это вот ранние промышленные постройки. Великолепный, конечно, комплекс сохранится, вот я написала название Петербурга и окрестности, ну вот это окрестности, это Ижорский завод в Колпино. Этот, кстати, директором этого Ижорского завода, тоже 50 лет, был тот же Александр Яковлевич Вильсен. Как он это ухитрялся все совмещать, я не знаю, но процветало и то, и другое предприятие. Вот, ну такая фигура, видимо, какая-то энциклопедически образованная, и вообще, видимо, талантливее, что у него переписка с Пушкиным, там у него была библиотека, человек, который вот так, эпоха такая, целых 50 лет возглавлять вот такие гиганты. Ну, что здесь интересно, тоже классицией, мы видим вот этот интересный генплан, когда, значит, разлив была устроена плотина, значит, вот это разлив реки Ижора, отводной круговой канал, внутри вот этот бассейн для доводки, для ремонта судов, и вокруг мастерские, мастерские тоже окружают вот эту всю бассейн, вот так вот, все это симметрично, это сейчас уже современное состояние, а так они все симметричны со всех сторон, окружали этот с трех сторон бассейн, и вот такой вот великолепный ландшафт, и такой вот природно-искусственный ландшафт, уникальный, он сложился тоже к середине XIX века, вот все под тем же руководством Вильсона, начинал архитект, инженер тоже Гаскоин наметил вот эту схему, а потом уже доводились, это уже вот здесь, после его, значит, отъезда, тоже уже у нас, что интересно еще, что вот эти мы видим здесь металлические, вот эти первые чугунные фермы, это вот там сохранились, все вот эти металлические конструкции справа, это вообще уникальные, их нигде нет, это литые фермы выйдут с отверстиями круглыми внутри, это то, чего, собственно, больше нигде уже и не найдешь, а внизу, вот если вы, ну, наверху это главное здание административное, оно сейчас в приличном состоянии, но оно выходит на город, а внизу вы видите вот эта ограда, вот эти металлические, вот колонны чугунные, так они являются, вот они здесь, значит, окружают, окружают эту всю территорию, и они являются, они расположены, то есть наружная территория, наружное пространство выше по уровню, а внутри заводская ниже, и вот у них такой перепад высот, и вот в разнице этих высот расположены были мастерские, кузницы, и вот из этих кузниц, вот этот вся воздух, вентиляция шла через эти вот колонны, трубы, то есть это были они полые внутри, такие колонны, и вот так вот все это остроумно было придумано, очень интересно, и а вот желтеньким на плане вы видите, там сохранился еще такой подземное пространство, это был какой-то подземный завод, сейчас туда не пройти, там все заварено, ну вот лет 7-10 назад нам удавалось, даже археологи туда пробрались, нам удалось там пройти, там уникальные пространства, такие кирпичные своды, кирпичные колонны, то есть там был какой-то еще, какой-то, наверное, секретный производство, не знаю, какой-то подземный завод, не знаю, что там, никто не может сказать, у меня не нашли никаких свидетельств, вот, то есть в принципе, если это все, вот эту часть, которая выходит в город, это мог бы быть, мы все время говорим, мог бы быть такой музей-заповедник, промышленная архитектура, где все эти пространства, где это все, ну, пока все это говорим-говорим, пока решают, то город берет, то не берет, то завод отдает, то не отдает, и пока это все вот так, ну, пока еще все стоят корпуса, а внизу вот это, это чуть выше расположено, вот нижний вот такой вот с витражом, это уже архитектор Мерц, это более поздняя постройка, 1770-е годы, это тоже такая броневой, бронеделательный завод, ну, мастерская такая, которая очень интересная, тоже с металлическими, арочными фермами внутри, с остеклением всего потолка, все, как вот вы видели на Обуховском заводе, так и тут было, сейчас, правда, все зашито, но тем не менее, все сохранились в конструкции, и вот снаружи такой вот витраж, так называемый павлиний хвост, вот очень такой тоже эстетически, обработанный, продуманный, это даже вот это в фотографиях экспонировалось на выставках в Нижнем Новгороде, вот это очень такое интересное сооружение, ну, вот, это про Колпина, ну, Сестрорецк, если Колпина тоже была основана самим Петром, начало положено им, так, как и Сестрорецк, и тоже, как Ижорский завод, так и Сестрорецк, это градообразующие такие, как мы говорим, предприятия, вокруг них уже возникал и жилая застройка, и вот тоже, если там, мы видели, сохранилась такая планировка, первоначальная вот эта, так и тут, Гениным, инженером тоже, шотландским инженером Гениным была заложена вот эта планировка Сестрорецкого завода, также Плотина была, разлив, водоотводной канал, все примерно так, ну, вот другие очертания, другая геометрия, но тем не менее, смысл такой, и потом, сколько ни строили, уже Сестрорецкий завод много раз перестраивался, в зависимости от того, от потребности государства вот в этой оружейной продукции, когда затишье мир, мир, это он угасал, потом военные действия, он снова расцветал, то есть тут несколько периодов, тем не менее, вот уже к нашему времени, сохранились корпуса, но корпуса уже, естественно, не те первоначальные, а красно-кирпичные, построенные по проектам, в основном архитектор Гемельман строил, это вот такие мастерские, красно-кирпичные, кирпичный стиль, последнего, 1914 года, вот такой тоже цех, который расположен в глубине азрадонапорной башни, тут пример того, как хотели, открыли вот уже этот цех и хотели тут строить новую какую-то застройку, но не такую достаточно щадящую, не без сноса вот этих сохранившихся корпусов, но это все мне реализовалось. Ну и вот еще окрестности, это Ивангород, Парусинка, это фабрики Барона Штиглица, которые были основаны на Нарвских водопадах, основаны это было тоже в начале 19 века, тут, ну это целая история, это можно, у меня есть отдельная презентация, сейчас я вам только вскользь так вот быстро покажу, вот, как красиво на водопадах, водопады-то сейчас не всегда с строительством ГЭС они обмелели, их нет, но иногда вот раз в год там или два спускают в воду, и тогда это великолепное зрелище, и вот вдоль этих водопадов располагались корпуса, которые тоже использовали энергию воды, они вдоль это русло реки Нарувы, вот такие корпуса, а сейчас они сохранились, но уже в перестроенном виде, вот таком вот, но тем не менее рекомендую, вот рекомендую поехать туда и посмотреть, у меня сейчас вот я не включила там на острове еще отдельно фабрики, это вот была бывшая суконная мануфактура Варона Штибельца, а более поздняя, там же рядом, но предельная мануфактура, это они вот рядом соседствуют, и образовался такой интереснейший, интереснейшее образование, там и поселок, и две фабрики, и усадьба рядом, там и церковь, где похоронен, значит, семейство, все, ну, очень интересная история, мы сейчас вот сделали большое такое исследование по ней, но это уже тема отдельная, но тем не менее, вот это вот тоже начало, начало вот этой индустриальной эпохи здесь тоже есть, и в конце концов оно вот привело к началу первого века к образованию такого целого района, индустриально-жилого. Ну, это вот наш знаменитый красный треугольник, российско-американская резиновая мануфактура, бывшая, это то, что тоже формирует наши берег обводного канала, фронтальная такая застройка, ритмом вот этих красно-кирпичных, казалось бы, таких вот лапидарных корпусов, но они перебиваются башнями такими зекуратами, сарочными проемами, и там система тоже целая система внутренних дворов, вот эта вся система внутренних дворов, которые были в виде зарождения еще и на Александровском нафактуре, здесь это просто приобрело такой огромный масштаб, и здесь больше, где-то 80 корпусов у нас поставлено под охрану, и такие красные, тут разные, это строилось тоже в течение целого полувека, начиналось это с небольшой фабрики, потом, значит, Циммермана, там шляпная фабрика, потом там ткацкая фабрика, потом рядом фабрика Макинтош английская, потом она сливалась с этой российско-американской, и в результате акционерное общество Треугольник, занимающее огромное пространство, и строило там много архитекторов, целая прияда в течение полувека, и тем не менее тоже связалась единую, цельную, нераздельную такую систему, можно сказать, даже ансамбль. Ну, конечно, это большая проблема для города, но вот как-то сейчас наметилось, я даже боюсь сглазить, но наметилась такая концепция, то есть наметилась такая вот уже перспектива разработки концепции, освоения всей этой территории, но это вот я вижу, я показываю здесь только вот часть того, небольшой кусочек, который освоен уже, где тут есть офисные помещения, и дворы, которые иногда летом для концептов используют, но есть надежда, что и остальные, может быть, при нашей, при моей жизни, когда-то мы увидим это освоение. Вот, конечно, там это очень сложно, там и экологически это все, и земля, и санацию надо проводить, и все это такие, разруха такая, но это огромное дело, огромная работа, будем думать. Архитекторов много, даже сейчас вот даже архитекторы там, Юрбецк, Рыжановский, Серк, очень многое, Генрихсон тоже строил, то есть масса архитекторов, которые работали над строительством этих корпусов. Ну, вот это наша панорама тоже обводного канала, к сожалению, вот эта башня уже утрачена, это коксогазовый завод был, сначала это было общество столичного освещения и светильный газ, который хранился в газгольдерах, а это была уже более поздняя, но такая интересная конструктивистская башня, но ее уже нет. А вот этот главный газгольдер, сохранился, и сейчас вот тоже еще я не была, надо посмотреть, там планетарий разместили, долгие годы все пытались везде пристроить. Это уникальное сооружение, которое построено в 1784 году по проекту архитектора Рудольфа Богдановича Бернгарда, директора, первого директора Института гражданских инженеров, вообще такого тоже талантливого архитектора, обладавшего инженерными познаниями. Вот интересно, что здесь это такой колизей, это диаметр 40 метров, высота 20, и вот такое перекрытое это все пространство решетчатыми фермочками, смыкающимися в центре, кольцом таким, это называется купол Шведлера, такое велосипедное колесо, это фактически если там каркасные здания это прообразы высотных зданий всех наших высоток, то это прообраз таких круглых аренд, спортивных, общественных, вот это все зарождалось именно в 80-е и конце 19-го века именно здесь. Вот такой интересный мощный стены, толщина этих стен больше двух метров и прорезаны такими узкими бойницами. Ну вот это архитектор Мерц это уже вот я показываю не столько промышленность сколько здания такие сооружения коммунального назначения но тем не менее тоже утилитарные это архитектор Мерц Александр Иванович Мерц вот я вам там с павлиним хвостом на Ижорском заводе показывала броневой завод это вот главная водопроводная станция это водонапорная башня которая в таком романском стиле в эклектике тоже 70-е 70-е годы удалось сохранить тоже долго в общем старались его значит сохраняли долго да ну музей воды пристроили пристроили стеклянную башню многие нас меня упрекали что как так но если бы не было этого стеклянной этой лестницы она должна быть по музейной все технологии ну то ничего бы и не было так что в конце концов она видно что это поздняя такая пристройка контраст на контрасте ну а это вот тоже сохраняли долго и сейчас пока это все еще в такой тоже полу полузвешенном состоянии это вот трамп-парк на среднем проспекте построено в 1900-е годы в 1907-м первый трамвай петербургский вышел отсюда инженера Горенберг Тейхмана Горенберг это уже вот такие же изобетонные внутренние конструкции и такая трактовка тоже позднего кирпичного стиля можно сказать что это даже модерн внутри интересная сохранилась уникальная коллекция наших трамваях старых там от конки до других и хотелось бы конечно чтобы здесь был музей городского транспорта трамвая это было бы очень органично но пока это еще все ждет своего отношения ну а эта постройка вряд ли кто видел кто не работал на Кировском заводе это уникальная постройка к сожалению вот у меня здесь нет внутреннего пространства это тоже вот огромная мастерская такая даже беренс под проект это 914 год это авторы ну нигде нет все обыскали это башенная мастерская во время войны значит построена для башенных этих установок строительства там даже на интерьере в интерьере в одном из интерьеров Николай II там на открытии это все то есть этому тоже придавалось большое значение на Путиловском заводе боковые скаты кровли тоже стеклянные вот такой мощный витраж так называемая башенная мастерская Путиловского завода но она в хорошем состоянии сейчас не знаю как а это гораздо худшее это солодовня тоже железобетонная там мы показывали металлические конструкции здесь уже железобетонные это солодовня завода Бавария на Петровском острове она еще стоит но тоже по-моему достаточно печальное пока состояние но оно очень интересно уникально тем что здесь сочетание вот этой внутренней вы видите внутри разрез это железобетонная такая этажерка и сочетание вот с такими ретроспективной архитектурой с такими в духе баварской архитектурой вот этими фронтонами обращенными на Петровский проспект она так немного в глубине стоит вот и вот эти вот фронтоны они как раз закрывают такие шахты сквозные они на всю высоту здания если этажерка на всех остальных частях здания то здесь это вот огромные такие внутренние пространства которые завершались трогами и это вот конечно можно было бы очень интересно приспособить у нас очень много было различных дипломных работ студенческих на эту тему как-то нужно но это пока только вот остается на бумаге но надо сказать что это вот как раз перед в конце 80-х когда это все переводилось в собственность там все приватизировались то там эти самые руководства этого завода Красная Бавария был пивоваренный они значит хотели это все взорвать заложили взрывчатку но что-то у них не получилось со взрывом и вот так вот все слава богу устоял это гражданский инженер Серк Лев Аксельевич Серк 1911 или 13 год в общем 10-е годы вот один из первых таких интересных примеров в железобетоне Серк автор учебников по промышленной архитектуре и очень много потом работал в этом в этой области преподавал и строил и вот это одна из его таких вот замечательных построек ну вот это я показывала пред как бы революционные а это вот уже первая советская постройка архитектор Шмелинг это Митрофаневский хлебозавод городской механический хлебозавод на московском и Митрофаневском там на углу вот такой вот такая интересная уже значит советский период но вот еще сохранились эти традиции очень такая романтичная интересная такой кирпичный стиль Шмелинг и вот опять еще это главная подстанция Волховской ГЭС ну мы знаем первые энергетические все эти сооружения в связи со строительством Волховской ГЭС и вот эти подстанции строились и в городе вот это главное для восприятия этой тока и перевода его в другое напряжение вот это построено на Полюстровском 46 вот это 26-28 год архитектор Мунц такая вот архитектура красно-кирпичная романтичная тоже вот она еще такая монументальная в духе такой ломбардской архитектуры архитектор Мунц вот она и сейчас она довольно в приличном состоянии с башней с такими арочными проемами внутри очень красивые помещения хорошая отделка мраморная и пульт управления все это в таком вот решено едином таком стиле ретроспективном такие ну и тоже еще такой ТЭЦ-5 Уткино-Заводь строительство архитектора Андрея Андреевич Оль начиналось строительство еще до войны 14 в 14 году перед войной это так называемая первая передняя часть потом это достраивалось уже в советские годы но вот такая тоже такой интересный ансамбль первое здание близлежащее к берегу в таком классическом стиле Уткино-Заводь потом называлось Красный Октябрь сейчас ТЭЦ-5 здание тоже вызывает большие опасения его состояние его судьба потому что ничего там уже в этом первом здании не располагается и вообще надо тоже озаботиться его сохранением там были конструкции в которых принимал участие известный архитектор Шухов на проекте там на них фотографиях были но это вот эстакады по его проекту были сделаны сейчас они уже не сохранились ну это уже переход к другому стилю архитектурному это тот же Оль но это уже совсем другое это вот в порту такой склад холодильник это уже чисто такая конструктивистская архитектура каркас железнодетон прослежит вот это такие выносы динамичные выносы таких козырьков это в порту вот тоже 28-й год и еще такое оно сейчас мало узнаваемо но на новгородской улице это ТЭЦ сейчас я не знаю ТЭЦ-2 как она сейчас называется это тоже такое энергетическое сооружение 30-х конца 30-х годов по проекту Ной Абрамовича Троцкого вот такая прям такая конструктивизм чистый обнажение всех железнодетонных конструкций такая динамичная композиция но сейчас оно так застроено перестроено Ну и Абрамович Троцкий много делал в области промышленной архитектуры вот в частности мясокомбинат имени Кирова мясокомбинат имени Кирова который построен методом народной стройки очень такая выразительная динамичная композиция башня где располагались лестницы и все значит эти коммуникации глухой объем холодильника мастерские вот такой входные ворота это из музея Щусева а вот такой генплан вы видите вот так нанизаны одно на другое на одну ось связанные переходами все корпуса это такая вот система по системе Баухауса это вот как раз 20-е годы это чисто такой функционализм в архитектуре и вот сохранялся еще кабинет Кирова потому что он там принимал очень много участия в этом строительстве перенесены сюда быкиды Мутмалиновского с Московского проспекта из Скотобоя тогда дополняет этот конструктив функционалистский ансамбль но вот эти здания тоже сейчас стоят пустые тоже надо думать об их сохранении о том чтобы целостности о сохранении целостности всего ансамбля да и надо сказать что вот он еще получил этот ансамбль на Парижской выставке 1937 года гран-при за вот такие архитектурные и художественные достоинства то есть он вообще такой всемирно известный ну вот еще один конструктивистский такой пример архитектор Чернихов у которого автор множества таких интересных эскизов фантазий архитектурных мало строил но много у него вот таких графических работ и вот у него одна из построек это водонапорная башня канатного цеха завода Красный Гвоздильщик 20-е годы ну и еще вот один авангардный пример это хлебозаводы два округлых хлебозавода у нас в городе вот это Кушелевский а такой же Левашовский они по системе такого кольцевого вся композиция основана на кольцевом технологии методе значит все это изготовление хлеба то есть вертикально кольцевой по вертикали лифтом доставлялись наверх вся эта мука там все же необходимы ингредиенты а потом они спускались постепенно вниз тесто смесительное и выпеченное и все это по кольцу крутилось вот это оборудование это была вообще конечно полная связь вот такой функции формы и функции и всего оборудования вот на Левашовском заводе еще долго сохранялось оборудование сейчас уже ни там ни там нет но сами здания сохранились это такая система инженера Марсакова у него таких было три хлебозавода в Москве и в Ленинграде и вот по этой системе были построены эти здания но архитекторы которые работали здесь у нас архитектор группы под руководством архитектора Бункина вот инженер Марсаков и архитектор Бункин вот такие вот это еще современное состояние ну и последнее фабрика Красное Знамя архитектора Мендельсона которую мы видим наверху его проект рядом вот этот главный трех цех внизу силовая станция это уже времени уже у нас много это вот такие вот интересные корпуса не весь проект не весь замысел был реализован замысел Мендельсона он вот авторство признавал только вот этой силовой станции основного этого доминанта ансамбля но тем не менее вот сохранились и сама силовая станция и трикотажный цех сохранились сейчас к сожалению вот вот значит не все так реализовано вот мы видим там частично вот эти главные вытяжные ментиляционные шахты которые были главным таким элементом вот который хотелось они не получились но все это не кончилось да вот так вот такие спасибо за внимание миллион